Пугающая статистика Под вопросом само существования Краевая федерация стрельба из лука вновь ищет новый дом. С музыкальным залом и кабинетом робототехники в Барнауле открыли новый детский сад на 330 мест. С начала года в Алтайском крае на 30% выросло число людей с лекарственно устойчивой формой туберкулеза. Этих пациентов труднее лечить, потому что бактерия привыкает к некоторым беспорядочно принятым антибиотикам. Как тогда справляться с болезнью узнавал Данил Кузнецов. С флюорографией начинает свой путь каждый потенциально больной туберкулезом. В первую очередь врачи смотрят на цвет легких. Если есть затемнение, диагноз может подтвердиться. Удача, если форма чувствительная. Это значит пациент не выработал устойчивость бактерий к антибиотикам. И его можно ими лечить. Анастасии не повезло. Из-за беспорядочного приема препаратов у нее сформировался устойчивый туберкулез. Сейчас бы, если бы, как говорится, вернуть время назад, я бы действительно лучше пошла к доктору, чем идти покупать антибиотики, которые действительно могут и не подходить мне в данном каком-то случае. О лекарственно устойчивой форме туберкулеза Анастасия узнала после анализа мокроты. Врач сразу определил, какие антибиотики уже бессильны. Сейчас специалисты краевого противотуберкулезного диспансера используют два метода – посева и ПЦР-тест. Каждый из них определяет лекарственную устойчивость организма к своему препарату. Поэтому полная диагностика занимает до четырех месяцев. Но вскоре должны появиться более современные способы. Что за оборудование вы ждете? Это ПЦР-амплификатор ДТ-лайт. Он определяет в материале наличие туберкулезной палочки, а также устойчивость к трем препаратам – рифампицин из-за неазид и фторхиналоны. Этот анализ мы получаем в течение трех дней. В рамках лечения жители каждый день ходят в диспансер для приема бесплатных лекарств, которые в магазине не купишь. Для пациентов с простым туберкулезом курс длится 6-8 месяцев с устойчивой формой до двух лет. Мы за 9 месяцев выросли в контингентах на 30%. Это те пациенты, которые состояли, которые ранее лечились и лечились безуспешно. Среди вновь выявленных пациентов, в связи с тем, что мы своевременно начали диагностировать лекарственную устойчивость новыми передовыми методиками бактериологическими, в связи с тем, что своевременно происходит все-таки госпитализация, изоляция бациллярных больных, мы достигли снижения. Сейчас общее число больных туберкулезом не уменьшается и не растет. Всего в край около 3,5 тысяч людей с этим диагнозом. И самая главная причина, по которой их число не стремится к нулю – лекарственная устойчивость. Поэтому лучше не заниматься самолечением, утверждают специалисты. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. Жители Алтайского края четвертый день остаются без электричества из-за сильнейшего урагана. Речь идет о нескольких населенных пунктах Первомайского района. Также под отключением попали жители Заринска. Об этом они сообщили телеграм-каналу «Инцидент Барнаул». За четыре дня я не увидела ни одной служебной машины, которая могли хотя бы развести воду людям и подзарядить телефоны. Скотина у людей уже охрипла отороп, потому что тоже хочет пить. По словам местных жителей, электричество отключили в воскресенье утром, когда начался ураган. Село полностью зависит от него, так как там нет центрального водопровода и газа. Также люди жалуются, что никто не дает им точного ответа, когда все же электричество вернется в дома. Добавим, что из-за мощного ветра в воскресенье в общей сложности без электроснабжения остались более 380 тысяч человек в 577 населенных пунктах. А в Бийске после урагана электроснабжение полностью восстановили. Под кратковременное и долгосрочное отключение попали 6 тысяч потребителей бийских МЭС. В ликвидации многочисленных аварий на линиях электропередачи участвовали больше сотни сотрудников компании. Бийчанам помогали электромонтеры из Сомаленского, Красногорского, Целинного районов, а из Олейска прибыла дополнительная спецтехника. О ходе устранения работ расскажут мои коллеги. Шквалистый ветер, налетевший 19 ноября на Алтайский край и другие регионы Сибири, не прошел бесследно. Вырывал деревья, снес крыши, оборвал провода. Бывает, что дерево упало в первых паралетах от подстанции, соответственно, вся линия от этой подстанции остается без напряжения. Восстанавливать такие порывы достаточно сложно, поскольку это такая масштабная объемная работа, выправка опор, нужно нарастить провод, снова вытянуть, перетянуть и так далее. То есть каждое такое повреждение работа бригады занимает по несколько часов. Все бригады подготовлены, укомплектованы материалами, у всех есть бензопилы. В Бийске аварийное отключение электричества коснулись 6 тысяч потребителей. Из-за большого количества входящих звонков дозвониться до компании смогли не все. На 19 число поступило более тысячи звонков, сообщений от потребителей. Основные заявки от абонентов с учетом штормового прогноза на 19 число – это, конечно же, падение деревьев, обрывы линии электропередач. Своевременно происходит устранение, локализация. К вечеру 21 ноября на линиях было зафиксировано 218 обрывов проводов. Специалисты «Алтайкраэнерго» в авральном режиме ликвидировали повреждения. Работали круглосуточно. Восстановили линию в пролете опор. Сейчас поедем на ТП-31, вводить Сидор в работу. Больше всего аварий в частном секторе, Заречье, поселок Сорокино, Новый. Так жители улицы Пригородная остались без электричества, потому что на проводах повисла ель. Обида должна быть на тех, которые садят деревья возле домовладений, большевысокие, высокорожные. Они зачем им нужны? Вот, вот и вся. А какая обида? Ребята выполняют свою работу. Для скорейшего восстановления электроснабжения были задействованы оперативно-выездные бригады из соседних районов. В Бийске работали 23 бригады. Мы из Белокурьевских МЭС, со Смоленского участка. Ну, приехали, так как давно прошел ураган. Помогаем коллегам восстанавливать линии. Ну, здесь, потому что, во-первых, совместный подвес идет, два фидера отдельно, кроме еще этого СИП висит отдельно. Ну, деревья, то, что тут все провода сейчас все в кучу, здесь по одному проводу. Ну, деревья еще не убраны, все это, поэтому все приходится доставать. В Алтай-Крайэнерго уточнили. Именно на территориях филиалов Бийский МЭС и Новоалтайский МЭС была самая сложная обстановка. Электроснабжение полностью восстановили к вечеру 21 ноября. Если вы увидели угрожающие электросетям деревья или стали свидетелем аварийной ситуации на энергообъектах, сообщите об этом Алтай-Крайэнерго. Евгения Ижутова, Андрей Сегаев. День с толком. В последнее время все громче звучат спортивные истории, связанные с нехваткой площадей. Следующий сюжет – о Краевой Федерации стрельбы из лука. 190 спортсменов, несколько лет меняющие тренировочную базу, вновь оказались на улице. И в этот раз все может обернуться распуском Федерации. Подробности у Дмитрия Дроздова. Черритория одного из барнаульских заводов. Груды железа, разбитые машины. Максимально неподходящие декорации для истории про спорт. А конкретно про Краевую Федерацию стрельбы из лука. Два с половиной года назад штаб-квартира алтайских лучников находилась в подвале жилого дома. В ночь на 1 января их затопило кипятком. После чего Федерация переехала на третий этаж здания ЦУМа в самом центре Краевой столицы. Сюда они перебрались после двух месяцев простоя. Прошло два года, и ЦУМа попросили на выход. Сейчас люди с луками в руках вновь на улице. Тренируются кто где может. Сейчас пока, к сожалению, стреляю в гаражном буксе, можно так сказать. Это где? Ну, это в районе... Ну, то есть, цех есть. В цеху место разгреб немножко, и там стреляют. В подсобном помещении одного из барнаульских заводов тренируются лишь профессионалы. Во многом благодаря тому, что часть руководителей предприятия сами занимается стрельбой из лука. В стесненных условиях стрелять одномоментно могут только подвое. Левиная доля желающих из 190 представителей федерации в нынешних условиях просто отсеивается. Хотя в последние годы в этот спорт активно шли люди. Если честно, мы с каждым днем теряем спортсменов. Мы с каждым днем теряем сноровку. Если в ближайшее время не улучшится, то самое плохое, то что произойдет, это самороспуск федерации стрельбы из лука Алтайского края. Это самое критичное, самое плохое, то что произойдет. Здесь неудобно, потому что только два человека. Я люблю, когда много человек. Это чуть-чуть меня успокаивает. И получается, мне больше здесь ничего не мешает. Мало места. Очень мало места. И до сюда очень тяжело добираться. Только вот с отцом есть сюда ехать. Одна из главных проблем к подбору нового помещения – требования. Стрельба из лука. Спорт опасный, поэтому высота потолков должна быть не меньше 3,5 метров. А минимальная площадь – 10 на 20. В имеющихся и подходящих по параметрам спортивных объектах Барнаула большая загрузка, объясняют в Министерстве спорта. И новое помещение ищут среди тех, что находятся в собственности края или на условиях аренды. При этом ведомцы подчеркивают, что поддерживают Федерацию. Обращаем ваше внимание, что в 2021 году при возникновении коммунальной аварии в помещении Федерации Минспорт выделил на ликвидацию последствий дополнительно 402 тысячи рублей. То есть по итогу бюджет составил почти 600 тысяч рублей. Однако в среднем за год Федерация получает меньшую сумму. Ее точно не хватит для аренды и решения других вопросов. Очень печально о том, что в такой доступный олимпийский вид спорта финансируется у нас по остаточному принципу. Мы получаем на год 150 тысяч рублей. Лученики даже нашли подходящую открытую площадку за брошенное футбольное поле на Эмилии Алексеевой 73 и готовы построить там свой центр. Но по словам Алексея, ведомцы просят Федерацию купить эту землю. Правда, для этого нужно больше 30 миллионов рублей. Мне другие виды спорта не подходят. Это спокойный вид спорта. Мне он нравится. Я у него посвятил очень много времени. Я кандидат мастера спорта. Несмотря на звание, все в одной лодке. Тренировки и соревнования не проводятся с 1 июня. Спортсмены либо сами находят места для стрельбы, либо уходят из спорта. И, возможно, 10 лет Федерации в следующем году праздновать будет некому. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День Столка. До прямой линии губернатора Алтайского края остается меньше суток, но вы еще успеваете отправить свой вопрос. Сделать это можно по телефону горячей линии, отправить его на сайте краевого правительства, на странице прямой линии во ВКонтакте и на специальном сайте прямой линии. И за эти дни активнее всех вопросы задавали жители Барнаула, Бийска, Заринска, а также Первомайского и Шипуновского районов. А самыми популярными сферами стали социальное обслуживание, образование, дороги, благоустройство и здравоохранение. В прошлом году наиболее часто жители задавали вопросы по теме мобилизации, жилья для детей-сирот, чистой питьевой воды в селах, льготных лекарств и роста тарифов на ЖКХ. Увидим, что волнует людей в этом году. Прямая линия начнется завтра в 17 часов. В Алтайском крае вручили премию «Народный знак качества». Жители сами выбрали лучший бизнес из почти 500 номинантов. Особенность этой премии в том, что победителя выбирают за счет голосов земляков, а не экспертной комиссии. Как прошло награждение и какие перформансы ждали предпринимателей, смотрите далее. Скрипка, бокалы с дорогими напитками и официальный дресс-код. В максимально торжественную обстановку попадал каждый из гостей предпринимателей края. Участников конкурса «Народный знак качества». Уже третий раз его организуют информационное агентство «Амител» и радиостанция «Бизнес-ФМ», объединяя премии не только крупные фирмы, но и маленькие ИП. Как бы не ожидали, потому что участвование среди больших компаний у нас отелье небольшое. Но спасибо очень большое клиентам, большое спасибо премии «Народному знаку качества», что создание такое. И я хочу сказать, начинать свой бизнес никогда не поздно. А чтобы начать бизнес правильно, нужна фортуна, критика, разум и лидерство. Именно эти четыре героя весь вечер радовали гостей своими выступлениями. Особенность премии не только в перформансах и красивой церемонии. Победители большинства номинаций конкурса выбирали жители края. «Народное голосование». А накрутки переживать не стоит, говорят организаторы. Результаты выгружали вручную. Ну, вот нам пришлось пойти на этот шаг. И на данном этапе она одна из самых эффективных. То есть мы видим в режиме реального времени, кто и как, когда голосовал, с каких IP-адресов. И только так, ну и с помощью еще других секретных технологий, мы можем отследить любую накрутку. Зрители голосовали в 15 открытых номинациях. Еще четыре были тематическими. Там решения принимали партнеры и организаторы конкурса. Кстати, в этом году стало на одно направление больше. Добавили «Сервис и услуги». А самая популярная номинация по традиции коснулась торговых сетей. В общей сложности на премию было заявлено почти 500 организаций со всего края. Премия «Народный знак качества» в этом году сделала своеобразный рывок вперед. Это было понятно по той активности, которую проявляли жители Алтайского края на протяжении всех двух месяцев и номинирования, и голосования. Вот приведу пример такой статистики. За первые четыре дня с момента старта премии в этом году было подано около 2000 заявок от жителей Алтайского края и номинировано около 200 компаний. Номинировали не только бизнес больших городов, но и множество компаний из районов края, например, Волчхинского или Смоленского. Способствуют развитию предпринимательства хорошие меры поддержки. Мы в ближайшее время выплатим примерно, Александр Сергеевич, я подзабыл цифру, около 400 миллионов рублей, где-то 250, да, нашим представителям малого и среднего предпринимательства компенсировал в часть расходов, связанных с обновлением своих производственных фондов. Организаторы уверены, что в следующем году заявок будет ничуть не меньше, ведь количество предпринимателей стабильно растет. За пять лет их число в регионе увеличилось на 30%. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. Сегодня в Барнауле открыли новый детский сад. Дошкольное учреждение появилось в самом быстро развивающемся районе города – индустриальном. Он рассчитан на 330 детей и уже полностью укомплектован. Его воспитанники смогут развиваться в современной среде. В здании есть музыкальные и спортивные залы, мульт и изо-студия, кабинет логопеда, классы для рукоделия и робототехники. Это 10-й детсад в Барнауле и 25-й в Крае, построенный в рамках нацпроекта «Демография». Его бюджет составил 282 миллиона рублей. Как отмечает в Миноборнауке региона, Алтайский край – один из лидеров в стране по вводу и реконструкции дошкольных организаций. Семейные проблемы можно решить с помощью игр. В комплексах социального обслуживания Края помогают жителям практиками, нередко необычными. Еще больше разработок внедряют в работе с детьми. Какую современную помощь получают в Крае? Нуждающиеся узнавала Дарья Ерошина. Ольга Александровна – серебряный волонтер. И сейчас она занимается любимым с молодостью увлечением. Делает дракончиков, котиков и зайчиков, чтобы подарить их семьям, пострадавшим в ходе боевых действий. Нашли мне пряку, нашли мне шерсть, все, я взяла и вспомнила все. А теперь я приду, приду, девчонка своим отдаю, они вяжут носки. Так что вот мы без работы не сидим. Свой опыт волонтер привезла на фестиваль-ярмарку в фокусе «Семья». Здесь собрались представители 18 социальных организаций Края, чтобы поделиться своими социальными практиками теоретически и практически. Например, эта игра символизирует баланс в семейных отношениях. Важно слышать каждого. Поддержка требуется мамам детей с особенностями развития. Таких в крае почти 400 человек, говорят специалисты. В центрах соцобслуживания подсказывают семьям, как, например, мамам детей с аутизмом помогать им познавать мир с помощью таких массажных мячиков и погремушек. Мы верим в родителей, верим в детей и надеемся, что вот это оборудование, которое куплено в рамках доступной среды, в Алтайском крае, поможет нашим детям стать на ступеньку выше в своем развитии и максимально социализироваться в этом обществе. А особая работа ведется с женщинами, пережившими насилие. Им готовы предоставить временный приют и помогают отпустить эмоции. Для женщин, которые пострадали от насилия, у нас также есть специализированные комнаты, где женщины могут отреагировать свои негативные чувства, чтобы они не пошли на своих родных и близких. Социальная работа в крае ведется со всеми возрастами. Жителей Мамонтовского района приучают к активному долголетию. Это развитие мозга, это развитие движения, то есть спорты, прочие практики, шахматы. То есть мы вовлекаем пенсионеров в различные направления работы. Финансовая грамотность. Сейчас все больше людей пожилого возраста. Интересно изучать смартфоны, как работают ноутбуки. Неблагополучные и благополучные семьи, инвалиды и пострадавшие во время боевых действий, жители в кризисной ситуации. В каждой категории сотрудники соцучреждений ищут свой подход и разрабатывают индивидуальные практики. А такие фестивали позволяют специалистам перенять опыт. Дарья Ирошина, Алексей Фризин. День с толком. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok